В преддверии праздника флористические холодильники пестрят с цветочным разнообразием розы, орхидеи, хризантемы и, конечно же, тюльпаны самых разных сортов и оттенков. Цветовая палитра весны – это, конечно же, яркие цвета. Обычно это желтый, ярко-малиновый. Конечно же, любят и белый цветок, потому что он более нежный. Нужно всегда следить за трендами. Конечно же, это красивые фотки в Инстаграм, потому что, когда даришь букет девушке, что она любит, его фотографируют себя в сторисы. И многие клиенты приходят, я всегда говорю, это будет красиво смотреться в Инстаграме. Конечно же, спрос на букеты растет, потому что впереди у нас самый главный праздник года – это 8 марта, когда получают букеты все абсолютно женщины, от детей и до бабушек. На этой неделе спрос на цветы вырос почти в 5 раз, и это еще не предел, говорят флористы. Одинаково популярны как букеты, так и цветочные композиции. В магазине можно выбрать из готовых вариантов или заказать на свой вкус. Наша сегодняшняя композиция будет самая актуальная. Это же, конечно же, тюльпаны, как символ весны, гипсофила, которая символизирует счастье, чистую любовь. И эвкалипт, он символизирует благосостояние. Такая приятная особенность гипсофила, она бывает самых разных цветов, оттенков. Вот на одной ветке у нас тоже такое радужное сочетание. Каким образом достигается этот эффект? Это уже сам производитель на этапе роста цветка. Разрезает его и вставляет такую маленькую баночку с разными цветами. И она уже поэтапно, когда растет, и окрашивается. Внутри корзинки флористическая губка. Запаса воды хватит практически на неделю. При дополнительном увлажнении цветы простоят и того дольше. Есть ли какие-то секреты по сохранению или продлению жизни тюльпана? Тюльпан – это тот цветок, который очень любит воду. И его феноменальная особенность, что он в воде растет. Самое важное – это холодная вода. И такая особенность. Если вы хотите, чтобы тюльпан рос, то мы наливаем очень много воды. Если вы хотите, чтобы он сохранил свой рост, то вообще по минимуму. И самое важное – это, конечно, прямой срез у тюльпана. А если мы берем такой сорт тюльпанов, у него отличительная черта – это большой бутон, то лучше их укладывать каскадом, чтобы весь акцент был на бутон. Тенденции постоянно меняются. Если раньше это была объемная такая упаковка и довольно мало цветов, то теперь специальная бумага всевозможных оттенков. И монохром сейчас тоже тренды. Сейчас, в основном, все люди хотят по минимуму упаковки и выражают свою искреннюю фиг, когда видят цветы в прозрачной упаковке. В упаковке важна не прямая линия, а такая воздушность, где-то небрежность, чтобы подчеркнуть сами цветы и не утяжелить их упаковкой. Важный момент – если вам дарят цветы уже в упаковке, желательно ее не снимать, потому что, когда вы ее снимаете, вы будете повреждать стебель самого цветка. Упаковка создает такой микроклимат, которым цветок себя чувствует прекрасно. Флорист должен уметь работать не только с цветами, но и со всевозможным декором. Вот как научиться так ловко сворачивать ленту, чтобы она выглядела уместно и стильно? Только опыт, все, что могу сказать. Но самое важное, что такие моменты, детали делают композицию красочнее. То есть это важно. Конечно, монобукеты из первоцветов выглядят по-весеннему нежно, но не менее элегантно. Цельпаны будут смотреться рядом с розами, фрезей и даже гвоздикой. Главное – правильно подобрать цветовое сочетание и сделать нужные акценты. В нашем букете появилось еще такое маленькое дополнение. Зачем вот эти записки нужны? Таким образом мы передали всю нашу любовь через композицию. И, конечно же, получатель в первую очередь, когда получает букет либо композицию, он сможет всегда на записку. И первая улыбка у него именно от записки. Все зависит от того, кому предназначается букет. В основном это элементарно «улыбайся», то есть записка, которая несет уже позитив и хорошее настроение. Но все же главный акцент на чувства. Букеты, собранные с любовью, вызывают самые яркие эмоции и радуют своей красотой максимально долго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова